Твердая пшеница, как главная нишевая культура для нашей страны, имеет большой потенциал экспорта. И на западе ее называют Райсинг Старк, восходящая звезда. Последние пять лет твердой пшеницы уже не пристальная, а достаточно серьезное внимание вделил Минсельхоз России. И вот я показываю дорожную карту, где представлены все твердые регионы, которые занимаются твердой пшеницей, как яровой, так и озимой. И на сегодняшний день, в 2025 году, уже план перевыполнил Ставропольский край. При 31 тысяче гектар твердой пшеницы уже собрано не 88, как планировалось в 2025 году, а 102 тысячи тонн, при урожайности не 22, а 35 центеров. Сорта наши высокий потенциал, способность выносить стрессовые факторы и высокое качество обладают. На сегодняшний день 10 сортов озимой твердой пшеницы, 7 сортов яровой пшеницы и 3 сорта полба. Приходит в госиспытание цель Белая Белка, и на госиспытание передан сорт озимой твердой пшеницы защита и яровой твердый меч. В последнее время ареал твердой пшеницы озимой распространяется. Если раньше мы передавали наши сорта по 6, иногда по 8 региону, то сейчас последние наши новинки при усовершенствовании селекционного процесса мы передаем уже по 4 регионам, 5, 6, 7, 8. А сорт меч впервые мы передаем и по Уральскому 9 и Западно-Сибирскому региону. Впервые включен в реестр селекционного достижения сорт сеньора, который реанимировал по 5, 6 и 8 региону. Сорта твердой пшеницы созданы в нашем центре, допущенные к возделыванию в производстве, генетически способны стабильно формировать зерно с высокими показателями качества. Однако это возможно лишь при соблюдении требований технологий их выращивания. В Италии есть 5 золотых правил. Мы для себя выверили 5 основных критерий получения высокого урожая твердой пшеницы. Это место сева в обороте, срок сева, агрофон, фузариоз и сроки уборки. По предшественникам твердая пшеница любят хорошие предшественники. Это многолетние травы, рано убираемая, соя, горох. Но в нашем национальном центре мы испытываем по 4 предшественникам, и 2 из них показаны. Максимально различающиеся, это занятой парой подсолнечник. В год с хорошей влагообеспеченностью, как который был в 2021 году, урожайность твердой пшеницы по этим двум предшественникам практически не изменялась. Но в год со слабой влагообеспеченностью урожайность по занятому пару практически не изменялась, была на высоком уровне. Тогда как по предшественнику подсолнечник было резкое снижение. Поэтому нужно внимательно подходить к данному предшественнику. А зиму твердую пшеницу нужно сеять в начале оптимальных сроков для зимы мягкой пшеницы по данному региону. При поздних сроках посева и низких средостучных температур, сделанная твердой пшеницы быстрее теряет схожесть. Что и получилось у нас в 2012 году, когда посев из-за неприятных факторов был перенесен 25 октября и 1 ноября. При 25 октября посев был получен 25% схожести, а 1 ноября 5% схожих семян. На данном слайде показан сорт Синьора, наибольше 5 миллионов семян, предшественник СПРЦ, оптимальный срок сева. Наибольшая урожайность была сформирована в агро-варианты Н35 плюс Н35 с очень высоким показателем качества и Н0 плюс Н70. Такие же показатели показаны и по предшественнику подсолнечник, где максимальное было при Н35 плюс Н35 и по 2 центра селитра в первую и вторую подкормку. В Северо-Кубанской опытной станции такая же тенденция и по предшественнику подсолнечник Северо-Кубанской опытной станции также максимальный урожай был получен на агро-варианты Н70 плюс Н70. Наши новые сорта впервые в сортовой агротехнике мы высевали, нормы высевали 3,5 миллиона. Здесь показаны Белла и Цель в зависимости от сорта крупинка. Наибольшая урожайность была в варианте Н35 плюс Н35 и Н0 плюс Н70. Хотелось отметить, что твердая пшеница все-таки образует, формирует свой урожай за счет крупного выполненного колоса и крупного зерна. Поэтому вторая подкормка более выгодна для данной культуры. По предшественнику подсолнечник также была получена максимальная урожайность при Н7, Н30 плюс Н35 и Н0 плюс Н70 во вторую подкормку. Здесь показана урожайность азимой твердой пшеницы и яровой твердой пшеницы в Российской Федерации. В Старопольском крае, Краснодарском крае, Воронежской области это азимая твердая пшеница. Хотелось отметить РЗ Агро, наши партнеры, которые с площади 6252 гектар собрали урожайность азимой твердой пшеницы 64 центнера. Кубань-Хлеб 50,9 центнера и Новосибирская область 35 центнеров. Яровая. Уход за посевами пшеницы твердой, это контроль за состоянием растений в ходе перезимовки, уход за посевами в ранний весенний период, удобрения, защита от вредителей болезней. На данном слайде показано поле Адари, февральские сходы и на весеннем кущении была проблема дисковать или не дисковать. Получен урожай более 4 тонн с площади 3000 гектар. Вторая визуальная осмотр после двух недель, после первого. Если при изреженности посева более 50% и густоте стояния 80-100 растений на 1 квадратном метре, необходим пересев в поле. А зимая твердая пшеница по среднему сезимой мягкая, более воспринимающая к болезням. Для защиты от фузариозных корневых инфекций желательно протравка семян. И если прогнозируется опасность значительного развития фузариоза, а для твердой пшеницы она ежегодно прогнозируется, поэтому профилактически обязательно нужно обрабатывать. На данном слайде показан пример. Твердая пшеница типа конозол, 38,7 действующего вещества. Наименьшее поражение данным патогеном было по стадии развития по фикс 10,5-100% калашения и начало цветения, а минимальное при конце цветения. Еще одним инструментом, который может позволить уменьшить распространение данного патогена, это многосортие, то есть уход от неблагоприятных климатических условий, фазу цветения, можно таким образом сеять средне-ранние, средне-спелые, средне-поздние сорта, которые у нас имеются, и благодаря этому мы можем нивелировать патоген. Обработка нужна обязательно колоса, а не растения. И хотелось отметить, чтобы все это заметили, твердая и кукуруза несовместимы, поэтому предшественник ни в коем случае нельзя. Вот на этом слайде показаны особые интересы наших конкурентов иностранных. Каждый год яровая твердая и вот сейчас азимая твердая поступают на рынок все больше и больше сорта. И вот на сегодняшний день такая ситуация. 19 января, минус 13, вот коллекционный питомник, это выделившийся до того азимая твердая пшеница, которая в наших условиях давала более или менее хороший урожай, но вот при таких условиях она вся, это не только итальянская селепция, и французская селекция, это мировая, можно сказать, селекция. Яровая твердая пшеница. На сегодняшний день у нас 7 сортов яровой твердая пшеницы, 3 сорта полбы и сорт меч твердая пшеница. Также мы дифференцируем их по высоте и по стадии созревания. Сорт меч, как я уже сказал, впервые передан по 9-му и 10-му региону. Основная особенность данного сорта это продуктивность, скороспелости и качества, получен методом скрещивания яровой твердой пшеницы Ионио итальянской селекции и нашей линии зимой твердой пшеницы, благодаря чему очень хорошая холодостойкость при всех его показателях качества и урожайности. Здесь показаны прибавки данного сорта от 3,7 в Курске до 16,2 в Северо-Куманской опытной станции за 3 года. Сорт полукарликовый, устойчив к полиганию, на 3 дня раньше созревает николаша и очень крупное зерно формируется. Показатели качества по белку, седиментации, натуре и индексу глютена превосходят стандартный сорт высококачественного николаша. Здесь показан индекс желтизны, который мы проверяем благодаря тому, что уже третий год закуплено оборудование. Здесь низкий в крупке индекс желтизны, 19,9 это мягкая пшеница и 23,6 твердая пшеница. Здесь показаны сорта и урожайность, которые мы рекомендуем и в этом году будет в продаже. Это Ясенка, Триада, Ярина и Ядрица. Все эти сорта обладают очень хорошими показателями качества. Особенно хотелось отметить Ясенку и Ярина, сорт Меч. И все наши сорта проходят по индексу Минольта, особенно сорт Ясенка. И вот в Алтайском крае доходило до 30. Здесь показана экологическая сорта испытания. Ареал твердой пшеницы растет. Оренбургская, Челябинская, Ростовская, Курская, Алтайский край. Показана урожайность от 25 ООО селах Челябинской области до 65,2 центровых зерна гектаров Воронежской области. При этом очень хорошие в Челябинской области благоприятные условия, созданы качественные показатели. Выше, чем стандартный сорт Берзенчукская стерна и сорт Николаша. Здесь показана урожайность уже в производственных условиях. Курская область, Артель, 463 гектара, 61 центр урожайность. Ядреса, Ясенка, Кубань, Хлеб 59, 51,7. Очень хорошие показатели показали урожайность и в Оренбургской области 37,7. И Новосибирская область 37,8. Еще одна программа, которая ведется, это хребопечение твердой пшеницы. Вот на примере сорта Ярины мы конкретно не ведем в селекцию, но каждый год стараемся не забывать эту тему. И вот 920 выход хлеба и хлебопекарная наценка 4,7. Сорта Ярозберда пшеницы отличаются. Высокая энергия роста, в связи с этим оптимальным сроком для Краснодарского края конец февраля, начало марта, а для Кубани оптимальный, в целом для Кубани экономически оправданный срок посева, это конец марта. Каждый год у нас есть проблема в возвратных заморозках, и, скорее всего, в этом году тоже, или в апреле, или в марте, скорее всего, что-то, наверное, будет. И Яровая твердая пшеница особенно чувствительна к этой проблеме. Поэтому был создан у нас сорт, полученный методом скрещивания, сорт Яровой твердой пшеницы «Ласка» и Яровой твердой пшеницы «Алтайская Нева», и получен сорт Ядрица при проморозке в ящиках в минус 12 градусов Цельсия, сохранность 54%, ну, немного ниже, чем у сорта Азимая пшеницы «Безостая-1». Удобрение при посеве 100 кг аммофоса, обязательно 100 кг селитры подкормка и 5-7 кг мочевины при инфекционных и фунгицидных обработках. Яровая твердая пшеница, так как в основном живет в Ареале, Азимая мягкая пшеница, очень питательная и очень ее любят насекомых. Поэтому защиту отредителей начинают сразу после появления сходов. И вот эта картина – это сроки уборки. Вы можете выполнять все агротехнические требования, которые представляем мы, но если вы не уберете вовремя твердую пшеницу, все это может быть или вот так, если вы уберете ее без дождя, или, к сожалению, крупное зерно, но будет стекловидное, и потом идут звонки и говорят, что вот ваши сорта, не бойтесь убирать ее первое. Она неконкурентно способна относительно мягкой пшеницы. Она не так сильно, как вы думаете, засоряет. Поэтому, как в одном хозяйстве было сказано, все у вас хорошо, белок и все, но стекловидность. А потом зашел человек, который не знал нашего разговора, и говорит, а что ж вы хотите, мы после всего убираем ее. Нужно убирать, как в Эрзагра. Бросают все и убирают твердую пшеницу. Каждый день промедление твердой пшеницы – это 5-10% без дождя, просто на росах. Росы у нас серьезные. Минимальный порог, который просят закупщики, это 65% стекловидности, первый класс – 85%. И при требованиях все именно спрашивают стекловидность. Потом уже, если нет стекловидности, все хорошо, но нет стекловидности, не хотят разговаривать. Сначала мы начали сотрудничество для собственного обеспечения семян в дальнейшем. Это все стало нам очень интересно. Мы задели семеноводство, и в том числе мы начали заниматься и твердыми сортами пшеницы. Группа компаний «Экландра» общеземельный банк составляет 130 тысяч гектаров. Основная культура у нас – пшеница. Зима составляет 51% общей доли. Группа компаний у нас территориально расположена в северо-восточной зоне Ростовской области, это Морозовский район, Семьянский район, также у нас Кластер-Сермоградский район, Южный, и также у нас нехорошо хозяйство, у нас старо-процентра 12 тысяч гектаров. В год-2022 году уже было сказано, что площадь составила порядка 6,3 тысяч гектаров, и при этом средняя урожайность была 6,3 тонны. Здесь мы видим на слайде сортовой состав, размещенный по предшественникам. У нас в производстве находится сорта Крупинка Адари и Синьора. Здесь приведены усредненные данные по всем полям, они могут быть разными. Крупинка Адари и Синьора, у них урожайности в районе 6 тонн. Это азимая твердая сорта, и урожайность очень и очень близка к урожайности мягкой пшеницы. Также мы выращиваем яровые твердые пшеницы. У нас ведется, наверное, семеновозство больше, чем выращивание ее как самой культуры. И для того, чтобы обеспечить семенами восточные наши хозяйства. Также, помимо производственных поселов, мы ведем испытания сортов на мелкой деревянке. Здесь приведены данные по урожайности по двум предшественникам. Здесь идутся испытания по четырехкратной повторности на 15 метров квадратных. Учебная деляка на 15 метров квадратных. И, соответственно, приведены средние данные по уроку. Это лидером у нас по гору появляется крупенькая зари. У синьора урожайность оказалась чуть лиже, но именно в этом году. Также по подсолнечнику у нас лидером оказался сорта зари. Крупенькая и синьора примерно одинаковые урожайности. Считаем, как это пределы ошибки. По графику здесь линии представлено содержание марки для стекловидной своей лаборатории. И, соответственно, уровень стекловидности здесь очень и очень высокий. Здесь минимальное значение получилось по подсолнечнику, по одари. И также здесь нужно сделать повод о том, что подсолнечник – это не лучший предшественник под озимой твердой культуры. Немножко по экономике. Здесь насладили приведены данные с 2016 года на сентябрь. Сделали отбивку в сентябре и сохраняли данные по стоимости твердой пшеницы против стоимости мягкой пшеницы 12,5 кг. И, соответственно, мы видим, что разница в каждый год, она здесь отличается от неапазон. И, соответственно, начиная с 2016 года у нас какого-то объемов не было. Но, начиная с 2019-2020 года у нас уже появлялись товарные партии, да, ну, свыше 1000 тонн, потом свыше 3000 тонн. И, соответственно, мы более внимательно начали относиться к этому. В 2021 году разница составила 9000 тонн. Это средняя. В пиковые моменты были, когда мы были в 37-м, а в лигах отбила стоимость твердой пшеницы. При стоимости мягкой 18,5 кг. 4,8 кг. 22-й год. Это та разница, с которой нам получилось реализовать урожай 22-го года. На текущий момент цена твердой обвалилась. Она упала около 2000 рублей. И, соответственно, разница теперь составляет 3600. На текущий момент это данные двухдневной давности. Скажем так, цены очень отличаются. Также цены на твердую пшеницу, они меняются в течение года. То есть в декабре может быть одна разница между твердой и мягкой. В январе другая, в феврале третья. И, соответственно, ловить этот момент необходимо для того, чтобы реализовать свой товар по выгодной цене. Это очень-очень узкий рынок. Покупатели все друг друга знают. Условно, там 2-3 покупателя, может быть, на территории России. И там 3-4 покупателя за ее пределами. И, соответственно, нужно иметь высокое качество продукции. И, возможно, даже нужно договориться ранее. Мы испытываем большие проблемы при реализации, кстати, на территории Российской Федерации. Мы объемы своих твердых пшеницей экспортировали. То есть подарили не на территорию России. О экономике мы поговорили. Теперь осталось самое важное, наверное, выставляя производство, нужно осветить моменты по производству. Вот, так же у Алексея Сергеевича это было. Я скажу, что необходимо... Вот это основные 5 факторов, которые нужно соблюдать для того, чтобы получить качественного урожая для пшеницы. Это оптимальные сроки посева. То есть, если мы все бросаем в грант, нам сначала надо это все вовремя посеять. Обеспечить хорошую почвообработку, обеспечить качественный посев, выбрать правильную норму для той зоны, где это ворочивается. И очень важно, конечно, подготовить семена. Немножко облегусь. В твердой пшенице иногда бывает примесь мягкой. Вот, от того, мы купили эриту, посеяли у себя, да. Это касается тех хозяйств, которые товаропроизводители. И условно они подмешали эту твердую пшеницу мягкой. Или же падали лица у вас в поле зашла, все бывает. И при подготовке семян собственных, вам обязательно необходимо убрать из посевного материала мягкую пшеницу. То есть, чем выше качество высеваемого материала, тем больше вероятность того, что у вас в урожае, в товарной продукции, будет минимальная примесь мягкой. И это вам даст большое преимущество и в реализации, и в цене этой реализации. Далее. Нам необходимо выбрать лучший предшественник. Мы считаем, что лучшие предшественники, подходящие предшественники для выводов, а зима культуры, это лен, ну, горох, это условия взаимодородского района. Что касается, ну, как же мы сеем и по подсолнечнику, кстати, одной из причин выбора этого предшественника, в том числе, является то, что оно чистое от падали лица пшеницы. Далее. Нам необходимо, нам необходимо обязательно ввести подкормки. Азотные подкормки должны быть на уровне не ниже, чем на высоком потенциале лягкой пшеницы. Такой же уровень подкормок должен быть по твердой. Качественная защита от болезни. Здесь в первую очередь речь идет о защите семян и речь идет о защите против фузолиоза. Это большая проблема на самом деле. Может быть, если вы заранее не продумаете систему защиты фунгицидного против этой болезни. То есть надо, если мы по мягкой пшенице смотрим условия и ждем, либо наступит или не наступит условие применения специальных фунгицидов, да, треазольной тропы, по полосу, то по пшенице, азимой, твердой, мы заранее закупаем эти препараты, чтобы гарантировать себе обеспеченность этим препаратом и гарантировать защиту этой культуры. Ну и, конечно, своевременная уборка – это залог успеха в получении высокого экономического эффекта. Здесь представлена так называемая сортовая мозаика «Синьора Адари и Крупинка». Мы высеваем эти три сорта, они разные по группам скоростливости. Несмотря на то, что мы убираем кратчайший срок, нам интересно выращивать все сорта. Также мы и новинки, новинки по твердой азимой пшенице, мы также высеваем и смотрим. Ну, в любом случае, мы раскладываем риски и останавливаться на одном сорте при наших площадях – это не совсем правильно. И также мы выращиваем ясенькую ядрицу. Эти два сорта яркие азимы твердой пшеницы, они берут у нас в Морозовский район, и из Зернодавского – это более подходящая для них зона. И также вот эти все пять сортов у нас находятся в коммерческом семеноводстве, и кому интересно, мы с урожая 2023 года уже будем продавать три сорта азимы твердой и два сорта ярвой мы уже сейчас реализуем. И во всех регионах Алтайского края получается азимы. Вот у нас, например, есть хозяйство в Баситинском районе, это лесостепная зона Алтайского края. Там мы в этом году посеяли порядка десяти сортов азимой пшеницы нашей селекции краснодарской. Ну а основное семеноводство происходит в Баситинском районе, где мы азимы не производим ввиду наружу, а не ввиду зимового там, а производим нервную структуру. Вот структура наших посевов пшеницы в 22-м году, где показывают сорта, которые были выселены как в производственных посевах, так и в питомниках разложения. Да, вот там можно обратить внимание на такие сорта, кнопочки, вильярных, то есть караван. Караван мы там выращиваем уже пять лет. Это наш, так вот скажем, фундамент по производству качественной пшеницы. Караван чуть ниже там будут его качественные показатели. Рекорд нами достигнутся по кликовине 41%, вплоть до 22%. Первые три сорта в 22-м году были выселены на одном большом массиве, так называемом Кузнецовском, который, к сожалению, был отделен влагой. В тот период, когда как раз происходило гущение, закладка урожая, вообще формировался потенциал урожая. Но, тем не менее, в этих равных условиях мы можем сделать вывод, что курьер значительно показал хороший урожай по сравнению с вильяной и караваном. Но курьер – это яровая пшеница, вильярный караван – это борочки. Ниже представлены сорта «Анка», которая была нормальной влагой, относительно нормальной, и трёхдая сорта «Триада» и «Ясенка», которые более-менее нормального увлажнения дали вот такие урожания. Я был, если честно, поражён от урожайности трёхдая пшеницы «Триада». Есть один центр, который даже победил мягкие сорта, что обычно удивительно. И ниже представлены качественные показатели двух твёрдых сортов пшеницы «Ясенка» и «Триада». В «Ясенке» два вида – это разные предшественники. Просто «Ясенка» – это предшественник «Соя», «Ясенка» – это предшественник «РАС». «Триада» – тоже предшественник «РАС». Вот такие качественные показатели. Единственное, что тут заставляет задуматься, как решать проблему, это вот чёрн зародыша. У «Ясенки» – это 4%, у «Триада» – это 2,2%, у «Ясенки» – это 1%, которая по РАСу чуть повыше. Но я думаю, что это системная защита, и можно решить, нужно будет решать и инструменты для этого. В 2022 году наше предприятие отгрузило по территории России всего более 7000 тонн. Подавляющее большинство этого объёма отгружено в республику Башкортостан. Это твёрдая пшеница «Ясенка», которой они остались очень довольны. И на сегодняшний день тоже очень интересуются вновлением сорта более высоких репродукций. Вот представлены качественные показатели «Караван», «Анги» и «Милены». Если вы видите, караван – абсолютный лидер по качеству зерна. Что это даёт? Есть такие сорта, которые высоковрожайные, например, как «Сансет» – «Караврисовская селекция». Там ликовина даёт третий, четвёртый, а то и пятый класс по зерну. Для этого у нас очень хорошо подходит софт-караван, который попадает, делает смешивание. И в итоге мы тот балл, который мы получаем от нескольких ликовинных сортов, можем превратить в третий класс. Но это то, что касается продовольствия пшеницы. Вот «Анга» немного отстаёт от каравана, ликовина 36, белок 18. Ну а «Велена» практически держит спину, ликовина 40, белок 20. Ну это вот посевы нашей твёртой пшеницы. Ясенко наш предводитель Станислав Александрович Мюнгар, который поставлен и эксплуатирует наши посевы. Это вот производственных посевов, где мы уже производим первые продукции сортов, ясенка, триада. Это вот поля 22-го года урожая. Да, я ещё скажу по обеспеченности влага. Шкуринский район относится к южно-предгорной зоне. Среднее годовое количество осадков 180-200 мм. В основном это те осадки, которые выпадают в конце лета. Весной это примерно процентов 20-25. Ну как раз май и всё остальное. Вот конец лета и начало осени. Операционный период 100-110 дней. Сумма артельных температур порядка 1600-1900 градусов. Вот это вот на бетонниках обнажения. Наши два яровых сорта твёрдой пшеницы слева триада. Справа ясенка. Мы всё-таки не влухо-бин на табличке. Ну, посевы будут. Субтитры подогнал «Симон»